А всем привет с канала Brim Team и сегодня у нас наконец-то видеоролик по рыбалке, так суть его, будем наматывать плетенку на катушку, на которой уже есть бэкинг, потому что про бэкинг я думаю снимем отдельный видеоролик, что это и для чего он нужен. И как раз таки собираемся на рыбалку со спиннингом и поняли, что на катушке, которая стоит на хэвике до 360, стояла тонкая леска для фидера и она бы у нас отрывалась на тяжелых забросах. И решил я поэтому намотать плетенку, плетенка у нас будет 0.25 от компании Aqua, это российский производитель, вот как раз таки оценим нашего производителя. Плетенка 0.25 обычного зеленого цвета, что-то я как-то дилка никак вставать не хочу. Как я уже сказал, плетенка 0.25 обычного зеленого цвета. Как же нам ее правильно намотать, как я уже сказал, бэкинг на катушке уже присутствует, поэтому нам сначала нужно соединить бэкинги и плетню. Для этого мы берем два конца и будем связывать их узлами. Многие используют различного рода узлы специальные для бэкинга. Я использую обычную давку тем узлом, которым вяжу поводки. Вяжу крючок к поводочной леске. Вот в данном случае у меня бэкинг выступает в роли жала. Переворачиваем. Делаем абсолютно такой же узел. Раз, два, три, четыре. И если кому не нравится шум на стороне, это ветер. С этим, извините, ничего не поделаю. Завязали. Получился у нас вот такой вот узел. Сейчас мы, получается, берем и отрезаем. Тут можно попридержать таким образом. Получился у нас вот такой вот узел. Палец, кстати, зеленый. Не плетя красит. Вот. Подержал плетню, называется. Но ничего. Покидаем. Это все смоет подоль. Так, значит. Каким образом теперь будем правильно наматывать? Нам нужно без бугров, без волн. Уверен, что этого сделать не получится. Для этого нам нужно, чтобы бобина была под натяжением. Можно вот так вот поставить. И чтобы кто-то держал. Но Кристины нет дома. Мне помочь некому. Для этого пройдем, у меня тут вот лежат вещи. Просто заведем плетню. И сзади возьмем и кинем ее вот туда. Тем самым она там будет зажата. А мы сможем как раз таки намазывать. Думаю, не буду что-либо говорить во время намотки. Обращайте внимание на катушку саму. Так как все-таки будет лист от шнура. И вряд ли вы что-то поймете, если я что-то буду говорить. Поехали. Идет довольно-таки плотно. Можно смотреть, как ложится шнур. И так. И так. Покрутили мы. Что имеем? Имеем намотанную катушку. И видим, сколько от крайней стальной юбки идет миллиметров как раз таки до катушки самой. Как я сказал, намотка, конечно, не идеальная. Но все-таки такой цивиндрик относительный. На рыбалке, когда я буду кидать воду, это все намокнет и потом поусохнет и ляжет еще лучше. Поэтому, когда я на рыбалке использую свеженамотанную катушку, я делаю максимально дальний заброс, чтобы она максимально вымоталась и поусела. Так. Здесь, я думаю, можно еще десяток, полтора оборотов делать. Что мы сейчас с вами и сделаем. Все. Я думаю, все. Больше нам не нужно. Потому что иначе, я думаю, будет спускать бороду. Теперь берем. Без раздумьев, поотрезаем лишнее. Так. Спрашивается. Зачем нужен был бэкинг, если мне хватило сутешнура? Потому что я не знаю, если бы я наматывал, хватило бы мне его полностью. Сейчас посмотрим, сколько его осталось. В любом случае, бэкинг лежит очень глубоко. И как бы я сильно не кинул, у меня не дойдет до бэкинга. Если я не повешу, какой он груз 200 грамм. Ну, уже спиннинг на это не рассчитан. А блесенькие, даже головки, у этого Т-13060 рабочий ход это 40-45 грамм. Он не улетит до 100 метров. Ну, осталось довольно-таки чуть-чуть. Хотя, вероятнее всего, хватило бы полностью. Но ничего страшного. Плетенка лишней не бывает. Останется. Возьму какой-нибудь шок-лидер. Все. Плетенка. Плетенка, она и в вафлике плетенка. Все. Послужит все к лидерам. Так. Плетенку мы намотали. Имеем свеже намотанную катушку. Сейчас только остатки еще домотаем. Это даже сделаем вот таким вот образом. То есть, просто будем проворачивать шпулю. И заходим за клипсу. Снимаем катушку. Ставим комель. И вот что мы имеем. Намотанную спиннинговую катушку. Как раз таки, я думаю, цель видеоролика была понятна. Это то, как я наматываю, какую технологию использую, если рядом нет никого, кто может поддержать. И как раз таки, считаю, что это не особо плохо. То есть, для любительской рыбалки это пойдет. Конечно, если вы занимаетесь профессиональной спиннинговой ловлей, вы имеете полное право зачуханить меня в комментариях. Но все-таки, этот видеоролик для новичков. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Мы с вами можем там пообщаться, так как на все комментарии мы отвечаем. Впереди еще много интересных видеороликов. С вами был Бринтим. Всем пока!